Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот. Это долгожданное продолжение прохождения Рим 2 Total War на легендарном уровне сложности за царских скифов. Итак, что тут у нас? Занимаюсь я экономикой. Как всегда, самое главное это экономика. Трапезунт я в прошлой серии взял зачем-то. Если честно, не надеюсь я его даже удержать, но попытка не пытка. Потому что у Галатии, у той же, война на два фронта. Ну, тут я добиваю остатки трапезунтцев волшебных. Ой, а в Амасии, вон смотрите, там сидит целая армия Галатии. Ух! Чувствую, по шапке меня дают. Ну, в обычном режиме трапезунцев убиваю. Какие-то непонятные рукопашные приемы использует генерал. Ну, главное, что все убили. Иппл Каудис получает шестой ранг. Вот, горцы 19 из 20. Он, кстати, на быстром марше сюда прилетел. И почему-то над ним черепок висит. И у него минус 78 в Амасии. Я смотрю. Порядка так. То есть он, возможно, даже на этом ходу меня атаковать-то и не будет. Так, а тут трапезунцы с голодухи грабят эти побережья. Так, незащищенные поселения нужны, чтобы в пункте Каспийской степи главным столице повысить поселение. Но у меня такой технологии нет. Это еще... О, это самая последняя технология. Это не скоро. Стоимость третья слушая, я закрою. Полностью получу бонус за закрытие. И смотрю, что еще можно на 5400 купить. Вольви можно городок взять. Пища на минус 3 уменьшится. Сейчас второго уровня, на третий уровень будет еще минус 3. Сейчас минус 1 будет минус 3. Либо Семендери. Ну ладно, пока посмотрим, где еще можно деньги потратить. У меня вот здесь вот между собойчик какой-то из этих шпиончиков. В принципе, себя не слышу. Потише сделаю. Вот так. Микрофончик поближе. Оп. Итак, опять у меня искушение не удалось. Задержал агента. И попробуем сделать манипуляцию принуждения. 28%. Опять залежу. Да что ты будешь делать? Еще есть кактус у нас есть. Какватас. Фиштаспа. Фиштаспа 59 лет. Весь из себя отравитель. У него аж 3 уровня отравления. А этот 78 лет, 2 уровня отравитель, секретность 2 уровня. А, да. Вроде как манипуляция искушения прокачана, но не сильно помогает. Так, надо задержать эту армию, которая ломится в тлы. Наглым образом обходя мои армии и... В надежде, значит, позариться на незащищенное. Так. Слуги Харона. Да блин. Слуги Харона. Диверсия в войсках. Обычное отравление. Не критическое, к сожалению. Но ничего, тоже полезно. В любом случае, на этом ходу он далеко не уйдет. И попробую я, наверное, еще кого-нибудь саманипулировать. Искушение принуждения. Да, принуждение. И... И... Не удалось. Кажда, бери. Окей. Смотрим, что у меня по агентам. По агентам у меня все полностью. У меня даже на одного саглядата и больше. Я, видимо, кого-то переманил в прошлой серии, насколько я помню. Боевые топоры все закончили свои ходы. Или они поотравлены, или что-то типа того. А нет. Я могу вон на быстром марше куда-то слинять. А зачем? Странно. Ходов показывает, что нету. А, вот, появился все. Это глюк был. Все нормально. Половка была просто вот эта зеленая, вот, которая рядом с фотографией... Фотографией, рядом с рисунком полководца. Она была пустая. Как будто бы ходов нет. Аргаменас, военачальник. Вообще, неправильно, когда пишут военачальник, а в полководец я все время путаюсь. Правильно называть его герой, наверное. Или великий воин, там, как-то так. Это у военачальника. Тик. Ограбление я пресек. Но эта сволочь еще живая. на воде, которая... Тык. Отправлю пока военачальника потусить в моей армии. Пускай там поднимет его армяне себе. Голод устроили. И тусят. Понятно зачем. Что у нас по карте-то? Вот они армяне. Вот Галатия. Галатия тоже. Галатия владеет двумя провинциями армянскими. Надо бы как-то им намекнуть. Вот типа, ребята, это... Идите-то Армению, отвоевывайте. Тила меня не любит. А, понятно. Они с Галатии, друзьяки. Армения, Афины. Прямо в десны из парта со мной суворуются. Ладно. Армян просто сил пока нету. Куда-то идти. Поэтому не буду я им ничего говорить пока. Итак, у меня 3500 еще есть. Пища, общественный порядок. Пища минус, общественный порядок плюс, плюс товары. Общественный порядок, прияние культуры кочейников и доход из всех источников. Все такое вкусное. Все такое нужное. Семендер надо, да, прокачивать, потому что защитные сооружения тоже появятся, а Семендер очень уязвимо меня. Видите, даже через Каспии всякие сволочи плавают и пытаются забрать высадками десантными мое поселение. Полководство, строгость, плетку ему прокачивают, короче, строгость. Основной навык. Не то чтобы там отельно сильно на что-то влияло, но все-таки лучше, если есть прокачка, почему не прокачать. 6 из 6 у меня армии, 0 из 3 флотов. Да, и агентов у меня даже больше на 1 тысячу рублей. Ну, можно нанять 1 отрядик для затравочки доспешных лучников конных. Рим и Карфаген где-то до сих пор там плавают, я их даже не видел. Даже не знаю, как они сильны они, хороши они или что с ними. Пока что вижу, видите, о, Галатия все-таки пришла. О, мать! Так. Хочу ли я это делать? Трапезун. Это фигня. Так, у них кельтская баллиста одна. Куча легких всадников. Вот эти вот, сволочи, не будут доставать. Два отряда легких всадников. Два прачника застрел. Один еще наемная конница. Тяжелой пехотой у них вместе с полководцем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть отрядов, блядь. Ну, есть все шансы, в принципе, че. Я думал, они не будут на этом ходу атаковать, если честно. Потому что у них там своих дел полно. Может, они еще одну армию подвели? Горцы, да. Это именно те, которые вот на быстром марше были в том поселении. А может, им просто плевать, и они потом восставших тоже перебьют, просто на обратном пути вернутся. Тем не менее, видите, может такое случится. Это моя самая первая, самая опытная армия. Видите, все в серебре. Еще не в золоте, но уже в серебре. Это... Бомжи с копьями. Из гарнизона уже нарисовались. Наверное, из местных. Кто-то, я не знаю, откуда не появились здесь. Я, по идее, между ходами сколько? Года идет, там, или четверть. Или год. Честно говоря, никогда не обращал внимания. Сезоны как-то меняются. Логично, что один сезон, один ход. Но вроде бы там идет чуть ли не полгода. Ну, классический, короче. Я в городе, мне делать нечего на конницы-то. Я сейчас уйду, построюсь в поле. Легкие всадники гальские наемные. Сволочи. Видите, они вот больше самые доставучие. Вот их когда вышибешь уже... Ой, поймал кого-то, да? Копья на меня направить. Вот я конница, а у меня копья. Это что такое? Генерала мы его заловили, сволочи. Бежать! Бежать, бежать, бежать. Вли, уже красный. А, ей, ей. Да, я напугаю кого-то. Это как-то легкая конница. Легкую конницу. Копейщиком. Наоборот, вооруживление. Тетки тоже красные, покраснели уже от стыда. Мои мегальские конницы. Ну вот, хорошо, получилось их более-менее перехватить. Конечно, генерал у меня покоснулся, но он живой. Все в порядке. Все, всех отводим, отводим, отводим. Перегруппируемся. Так, моим копейщиком как биздец. Отходи, отходи, геном, блин. Копейщиком как биздец, но их легкую конницу я тоже разорвал, да? Нету ее, не вижу, как они. Че стоим, блин? Там ватная, наверное, фигон. Че-то резвом они начали, да? Вообще-то кломанулись просто. Я аж это не ожидал. Вроде скорость обычная стоит. Наши цель – это вероятный! Была уже битва у меня? Хоть одна в этом прохождении с Галами? Или это первая? Была, была, по-моему. Ну, они там кучкуются. Че, они пойдут на площадь или нет? Не, не особо, вот, кстати. Они как-то вот так тоже. У них как-то первый корпус вперед убежал. Так вот, вот, там конницы легкие, какие-то копейщики. Остальные силы еле прутся вообще. Ну, вот, сейчас можно только перегруппироваться, наконец-то. Тетки с бомжами в одну. Бомжи без теток в другую. Так. Гена, позади будешь. С холма следить, так сказать. Ой, перемешались, ну ладно. Ничего страшного, мы перестроимся. Остальные силы! За ними бегут легкие всадники, ты глянь-ка. Так, давай. Че, он правда, что ли, на них побежит? Серьезно? Мне кажется, нет, он бежит их. Да ладно. Офигеть. Он тут хорошо, че-то. Концентрации воюйду, защита воюема бою. Ну, вот, нормально. Че-то он не очень умирает, все легкие всадники странно вообще. А вот они решили убежать. Так, убивайте их. 53, блин, до сих пор. Никого не убил, то убивайте. Странная херня. А, вот, двоих убили. Уже хорошо. 49, троих убили. Ну, бомжи, бомжи, ну что, ну, воины племен, полноматик. Это даже за полноценных копейщиков, по-моему, да, они считаются, насколько я понимаю. То есть у них бонусы не прописаны этого. О, они чарживают. Бам, у-у-у-у-у. Нормально. С чаржером, бомонули. Вот так вот. Ну да, и воины племен, они даже за полноценных копейщиков не считаются. Они просто палка, блин, с этим, с наконечником. Типа, бомж там. Меча нету, денег нету, чтобы купить оружие. А, там уплывет еще какая-то дрянь, смотри. Я только сейчас увидел. Надо встретить этот десант, тропезундовский. Заодно и может садников расстреляют. Что-то они там. Киллер. Ух ты, ух ты, ух ты. Смотри, начнулся. Смотри, что ты получишь со всех сторон. Если будет не триконика, блин, в минуту. Смотри, все, пару залпов нету никого. Все, и флаг упал. Забыли, как звали. Так. Ройал-архер! А что там эта... Дрянь с огнем, лепми, плев от себя. Она уже все вылезла на берег. Диера. Так, это пельтасты. А, это что. Пельтасты сейчас очень быстро закончатся. Легкие бомжи, это просто песня. Вот их кунные лучники расстреливают. Лед. Даже не надо вступать было. Вернись. Обратно и давай вот тех мочи. А, этим не нравится. Смотри, все. Они такие, опа, опа. А, нет. Они что-то перестраиваются, короче. Бегают лучники. Ходят, точнее, тельские прачники. Эти уже тоже там заморгали. Нужно чуть-чуть отступить. Я даже не знаю, кто это. Кто это? Копейщики-щитоносцы. Нифига себе. Щиты-то, видимо, плохо носят. Смотри, они что, пилу накидают, что ли? У меня заморгал один юнит. Что в него попали. Угу, да-да-да, вон. Швыряет какое-то говно. Вот дрень какая. Ладно, с Рапезуном разобрались. Шикарно. Давай теперь к основному блюду переходить. Что там в Галатии у нас? В Галатии минимум два отряда я уже скушал. Одни наемники-всадники и одни просто легкие всадники. Значит, у них еще должен быть один отряд всадников, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Три отряда прачников, один отряд застрельщиков. Вот раз прачники. Это Кристианина в Амарансе. Еще Кристианина в Амарансе. Кристианина в Амарансе. Галатские мечники. Да, у них шесть отрядов тяжелой. Ну, как, относительно тяжелых. Относительно тяжелой пехоты такой. Хорошей. Ладно, средний. Он не так уж, а уж прям тяжелый, но средний охот. Который тяжело довольно-таки пробивать будет своих не сильно-то бронебойных стрел. А он и баллиста у них есть, смотри-ка. А, видимо, наверное, потому что у них есть баллиста, поэтому они не так сильно и торопились. Потому что ее надо там, типа, ну, прикрывать там как-то. А я не знаю, как искусный интеллект работает, но... Лиднее прикрывать баллисту тоннады. Баллиста суровая, конечно, время 2, суровая. Кристианина в Амарансе. Получите, распишитесь. Опа-опа, вон конец, бежит, и баллиста пошла работать. Может, это баллиста там по мне стреляла? Но я ее не замечал. Отводим. Ну, принимать надо последний отряд этих конников, легкие всадники. Их уже 24 из 80, и у нее кончаются. Как снежинки на руке. Ну, давай, давай. Все, все лежат. Не двигаются. Ну, все, мертвые они, куда ты стреляешь, чтобы послали. Продолжаем разговор. Немножко отхожу, потому что сзади уже, по-моему, линия красная. Да, вот она. Задвигаюсь вправо. По дуге. Бжик, бжик. Носи готовенького. Ну. Хорошо стреляют прокачанные, вот эти бомжики прокачанные. Они очень даже неплохие. Единственное у них, за броней плохо. Ну, если захватить там провинцию с железом, там можно им даже немножечко бомжику-то подкачать. Чуть-чуть. Бомж в армию не потерять, блин. А то обидно ему будет. Качал, качал. А послить ее вообще на раз-два можно. Она в расчете, в искусственном расчете против Галатов. Один на один сливает только так. Смотри, ну. Нормально так прорядил я всяких застрельщиков. Главное контроль. Не будьте... Сами знаете кем. Контролируйте войска. Галатские легионеры. Твари, блин, как они мне кровью попили. Не в этом прохождении, естественно, было дело. Когда я не очень серьезно к ним относился, они мне кровью попили. Ой-ой-ой. Болиста открыта. Вперед. Зондер-команда пойдет на уничтожение баллиста. И вот, твою мать, бегом. Или какие-то это... Либо я слишком быстро нажимаю, либо они слишком тупые. Больсты. Больсты. что такое почему моргаем кто стреляет ступайте ребятки бесплатно стрелы не надо уже получать если они баллисту тащит как вообще зверолюди блин я не знаю наш тяжелая толкают ее по кочкам без дороги вообще только так структуру структуру сзади а ищите генерал дался облиц развернулась короче я будет в упор перед собой долбить в сфере ты смотри долбанула даже заморгали у меня все немного осталось 9 человек из 40 потрясены генерал забил на это было подумали так с баллистой все да теперь надо убить генерала и дело быстрее пойдет а гаку флауго royal horse archers рейдеры вперед бушик-бушик-бушик бушик-бушик уноси готовенького на мать ей какое-то не галатское имя хрена кельская Чего-то он спиной развернулся спокойно, вообще, чё, к опору, что ли, ну, спиной развернулся и бежит, да. Ой, зашухерил кого-то, да? Давай, если убить генерала, дело гораздо быстрее пройдёт. Смотри, он куда бежит вообще? Там ничего нет. Там что, бесплатно, что ли? Куда ты бежишь? Всё, сейчас кажется мне генерал уже того. Вот бы варенье-то, генерал последний бы умирал бы. О, всё, генералу кирдык, похоже, потому что все уже засомневались. Искрыть в каменности происходящего. И в бренности бытия. Всё такое. А это кто? Нормально так, вообще, отдыхают. Так, я потихоньку прожимать начинаю. Надо уже разворачиваться. А то вдруг они не успеют. Испугаться. А я до края дойду. Крачники ещё сзади, ты смотри. Эти так же идут спиной. Красовой ловача. Не обращают никакого внимания, что стреляют тут с другой стороны. Отлично вообще. Вот всегда вот так. Голландских легионеров в спину расстреливать лёгкими комиксами. Лёгкая комиксами, лёгкими стрелами. Ого, 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 всё, всё. Началось по-моему, нет? Есть! Побежали, родные. Не, не, я вас так просто не отпущу. Вот именно вот. Тётка правильно говорит. Всех уничтожит. Миссиор, родные. Сверхи, арчер! Включай режим перестрелки. Убегать ни от кого не надо. Пускай от нас все убегают. Ну и, чтобы не флэшить, я не буду сейчас бежать в этот самый ближний бой. А просто, так сказать, сопроводительные выстрелы оформлю ребятам. Повторяю, это легендарная рома сложность. Если честно, вот где-то, например, на этом этапе игры у меня начало складываться впечатление, что, собственно, компания сделана. Единственное, что меня беспокоит по-прежнему, это... Единственное, что меня беспокоит, это даки. И вот эти вот кельты отмороженные, которые... Не вот эти вот кельты, которые там в Турции носятся, а те, которые вот кельты... В кельтских землях. Вот если они вдруг, сволочи, откроют еще один фронт, то это будет жесть. Вот это единственное, как бы, что меня вот в то время еще сподвигало играть дальше. У меня было некое сомнение, что я выиграл. Потому что вот здесь фронт и тот фронт вы видели с бак 3 там. Я, в принципе, могу держать очень долго. И как бы я-то расту, то есть наращиваю силы, а они что-то, ну, пока не видно, что у них что-то будет хорошее. Но, но, опять же, тут все может поменяться. Это, блин, Рим-2. О, наоборот, обидеть. Что они с Арменией, но почему нет? Не обидеть бога. Так что вы знаете, как хаггалить и когда остановить. Я не против. Не надо с кем-то торговать. Если что, они для меня угрозы вообще никакой не представляют. Если что, я их растопчу в секунду. Задание провалено. Собрать в флот, где я в Торпезунде. Да плевать, даже не смотрел. А что за за усыновение? 46 у него, это, харизма. Денег сколько? 2-300, а у меня 4-300. Вот так вот. Запретить усыновение, да. Вативные дары. Общественный порядок плюс 4. Вативные дары, кстати, это, если кто вдруг не знает. Наверняка есть такие, кто не знает. Вативные дары это символические дары. То есть, например, не козу там зарубили или овцу зарубили, а фигурочку козы или овцы там поставили на алтарик и свечечку зажгли. И вот свечка – это вативный дар. В христианстве, там вот в православии свечечка – это вативный дар. Не знаю, какое там в другой религии, но тоже есть, в каждой религии есть свои вативные дары. И это все идет аж от язычества. И вот свечка, по большому счету, это тоже от язычества еще в христианство проникло. Диверсия, отравление пищи. Диверсия удалась. Отлично, отлично. Никуда он не дойдет уже, значит. Тайный агент раскрыт. И он, это наш тайный агент. Так, Харахосия Насамоны. Кто все эти люди? Так, шансы жарских агентов – Окинак. Так, построен лагерь кочевников, нормально. Так, что у меня, слуги Харона, вообще дохлые, капец. Куда они нафиг дойдут? Пополнить войска они не могут. Ах ты, гад какой-то, посмотрите на него. Так, до этого я не дойду, скорее всего, к сожалению. Он, наверное, убежит, сволочь. У него хоть и мало ходов, но убежать он может. Тут гниду надо задиверсить, затравить, падлу. Смотрите, что делает. Хотя, если честно, я вот не представляю, кто по этой дороге сейчас ходит. Если у нас с этим государственная война... Диверсия провалилась. Хорошо, шметь, 79% было. Если у нас с этим государственной война, кто там вообще по этим дорогам может ходить? Я сам чемпион богов. Принуждение. Отпущенная возможность убедили домочадца своей жертвой посредницей. Хороший домочадец, интересно. Кто это? Я искатель приключений, доходы за приключений, жесткие нападения на патруль, авторитет плюс Захарь, привожденный лидер. Что за домочадца? Не понял. А, это, блин, я не туда смотрел вообще. Или нет, туда, все правильно. Но этот головой бы лучше на моей стене. Искушение. Задержано, Растиагент. Ну ладно. Дуды, он ими, с успехом. Тургитай. Блин, это Тургитай, конечно, у меня путешественник еще тут. Он начинал меня там чуть ли не от самого... С самой столицы уже, припер всем, куда через моря там плыл. Стоимость строительства, интриги, скандалы, заговорщик, хитрость, если так... Манипуляция искушения плюс 9 процентов. А это убийство предательства, скажи, не приказывай, хитрость, нет. Я манипуляции буду прокачивать. Уже третье уровни манипуляции плюс 9 процентов, сволочь. Не дай бог не заманипулируешь у меня в следующий раз. Я тебя уволю. У меня 81 монетка осталась. Так. Трапезунт. О, тут у меня армия еще, кстати. А вот Кати, это переманенный агентик. 81 монетка, я не могу ничего агентом сделать, да. Денег нет. Отравленные стрелы. Моя любимая армия. Надо было Кати послать Камаси, посмотрите. Есть ли у них там еще войска или нет. Ну, шо уж мать. Да, собрался. Смерть галатским оккупантам, давай. Рукопашка, конечно. Так. Черт, валить отсюда надо. 14 поселений у меня. Из 25. Вин у них еще глашатый Танатаса 20 из 20. С ума сойти просто. И они еще тут грабят с овощей. Ну да, как я предполагал, они все оголодавшие, поэтому спокойно их можно потопить в режиме обороны. Все, все утопли, все на дно, твари. И на быстром марше на фасис. Обратно. Вот так вот. Неплохой уход, я считаю. О, а че-то он меня. Ладно. Раз уж у меня на море оказался, можно трапезон этот отогнать. Нифига он умотал. Пфф, вообще жизнь какая-то. Третий уровень у меня армия классная вообще. Ну, прокачку армии-то ладно, если что, я могу всегда восстановить наследие. Но юнитов, юнитов-то жалко, блин. Держать его здесь так опасно в трапезонде. Там же галатия из кустов сейчас как выскочит, как выпрыгнет. Ладненько. Конец хода. 160-й год до нашей эры. А я еще Рим не повстречал даже. Ну, в принципе, в 160-м году до нашей эры Рим, там вот только-только республика, там вот это вот все. Первая Карфагенская война, там. Так, смотри, еще понабежали. Еще понабежали. Раз, два, три, там четыре армии, по-моему, да? Нет, нет, еще неспокойно. Еще, еще сволочи меня потреплют. До безоговорочного доминирования еще, да, посражаться над Ким-Ла. Мы явимся за тобой в глухой ночь и не оставим живых никакого ни единой души. Так мы ведем войну. На хер тебе? Ты, блин, никто и зовут тебя никак. Кто ко мне опять припыл? Трущобы в трапезонде. Опа, она. Таргетай крякнул. Я ж пошутил. Думал, я тебя натуре уволил, что ли. Взял и крякнул, ну, япона, мать. Будьте добрым, Эмис. Арахоси, умеренный и не хочет мириться. Так, Аттила где? О, Аттила. Ну, Аттила сразу такая. Слушай, что-то мы перебухали вчера, давай помиримся в натуре. Вот. Рапак, мой новый агент. Ставлю его на госуправление. В моей самой доходной провинции. А, вот это как раз траванутая армия у меня. То есть, он сам на своей траванутой армии отошел в сторону немножко, мою армию траванул, и все, я его уже не могу достать. Но учитывая, что у него там полтора слона, в этой армии осталось. Блин. Жалко, конечно, надо бы его задержать еще. Немножко. Четыре армии у них осталось. Вот здесь, я смотрю. Вот это самого, который ближе всех, 79% в 53 монеты. Золото, отравление, пищей. И так. Отлично. Все сработало. Все сработало. Траванул я его слоников. Диверсия обычная, не критическая. Но все равно ему не очень приятно. И атаковать им на этом ходу точно не будет. Теперь вот этого у него жопа жирнее, и надо его травануть, чтобы прорвало. Что у меня еще есть тут? Агенты 3 из 2. О, я могу нанять за место таргетая нового агента. У меня, к сожалению, выбор не особый. Но пускай здесь мне агенты важнее всего, потому что бактерия активнее всего, сволочи. Такие агентами действуют. У них больше всего земель. У них очень много агентов. 77% изнурения. Изнурение делает снижать свойства ближнего и дальнего боя у всех отрядов убранной армии. А демонстрация силы снижает боевой дух. Хоть демонстрация силы 87%, а изнурение 77% выгоднее всегда делать изнурение. Что я сейчас и делаю. Так вот. О чем это? Я говорю, что у бактерии больше всего земель и больше всего агентов. А, например, просто на галате, они меня сильно долбят. Изнурение получилось. Галатия меня сильно не долбит агентами, и как бы агенты мне нужнее всего здесь. Хотя там у меня тоже парочка есть, вы видели. И вот, отлично. Получилось не критическое, но выстрелы в минуту и ближний бой, атака, все это уменьшено на 10%. И поэтому я атакую. Своенравные воины атакуют. И я большим-большим перевесом автобой разыгрываю. Это будет обычный режим, 83%. Долбану в щит. Почти все умерли, и добивая я его, уйти он не может, потому что он траванутый. Все. Армии одной нету. Было 4, стало 3. Потери у меня почти нет, и я сейчас возвращаюсь этим же ходом. В Актау. Бдыньц. Вот, все. И два хода, и я буду целенький. Он меня на следующем ходу по-любому не атакует. У меня еще есть 2178 рублев. Я могу что-нибудь нанять. Единственное, что нужно решить, вот эти поборники Папайя, армия. Во-первых, буду ли я сейчас сразу выходить и набирать по ходу. Либо я буду сидеть там и набирать в городе. И вообще, что я хочу набирать. Потому что денег у меня 4,600 за ход. 2,100 у меня сейчас с собой. И так я, наверное, выйду на переправу, чтобы, в принципе, быть поближе. Чтобы, если он нам решит. И могу нанять я только 3 доспешника. Это плохо, потому что мне нужно нанять больше. Потому что мне нужно уже не просто в глухой обороне стоять. А нужно немножко продвигаться. Если он будет на меня посылать эти пачки, бесконечно. Так, тут я заметил, что у моего полководца домочадцы и предметы пустые. Мне надо посмотреть, в какой он находится в фракции. Он находится у меня в неродной фракции. Поэтому ему нельзя авторитет повышать и харизму. Ему можно что-нибудь боевое поставить. Типа там боевого духа отрядов. Либо атака ближнего боя нафиг не нужна. Потому что у меня нету ближнего боя. Вот что-нибудь такое боевое дух всех отрядов плюс 2% неплохая штука. Вот еще один боевый дух плюс отрядов. 2% броня всех отрядов. Броня, кстати, можно было бы добавить. Ну ладно. Боевый дух всей конницы 5% пойдет. Вот. И нанимать надо что-нибудь подешевле. Потому что экономить надо опять же. По-моему, я по-моему, я по-моему, я по-моему, то есть. У меня надо сейчас быстренько набрать армию максимально большую. Даже если я ее потом солью, мне надо просто переломить. Переломить именно вот эту тупорылую ситуацию. Переломить, когда они на меня прут, а я только отбиваюсь, а потом залечиваю раны. Я, конечно, понимаю, что идеальная была бы ситуация это агентов подкачать, подзахватывать. Но вот что-то они уже, который ход у меня, толком не захватываются. То есть нужно... Здрасте, приехали. Когти, андарты и убийцы пленных. На границе стоят и пускают слюни на мои города. Волны в море трав у меня всего 6 отрядов. И я не могу нанимать в Боспоре доспешников. Я не построил никаких построек. Поэтому я сейчас иду к столице. Прямо на границу. Вот сюда хлоп. Не очень далеко, чтобы с моря ни у кого не возникло удовольствия на меня выпрыгнуть. И мне нужно нанять что-нибудь. Знатные конные лучники было бы неплохо, конечно, уже нанимать. У меня здесь конные лучники в доспехах, да? Чем они, кстати, отличаются? Ну, по цене, естественно, они отличаются. Урон снарядами 42-42. И тут, и тут. Дальность у этих 125, у этих 125. Выстрелов 6. У этих 7. О, вот они по выстрелам отличаются. И по ближнему бой нехило отличаются, да? Я так понимаю. Так. Тетки стреляют дальше. Защита ближнего боя вообще говно. Броня. Броня одинаковая примерно. Здоровья меньше. Защита ближнего боя меньше. Базовый боевой дух, кстати, у теток больше, как ни странно. Ну, ладно. Отпускай лучше. Мне броня важнее. Найму обычных досперстников. Потом буду нанимать, когда будет денег больше, уже знатных. Будем переходить на перевооружение постепенно. Так, мой переманитый, переманенный разведчик 56 лет ему. Классно, кстати, переманивать разведчиков. Ну, вообще классно переманивать агентов у искусственного интеллекта, потому что, как правило, на легендарном уровне сложности у них они крутые довольно-таки. Они довольно молодые и довольно прокаченные. И потом ты их сам еще допрокачиваешь, как тебе надо, и вообще классно получается. Ну, то есть, нет. Базар нет. Первый самый агент, который у меня был, он был вообще офигенный, потому что я все делал на нем, и там у него все получалось. Он был там к 70 годам, там тройной отравитель, там все такое. Но удовольствие я немного получил, потому что сдох он, сволочь, быстро. А тут есть возможность, как бы, особенно, когда много переманиваешь, а переманивать нужно, нужно, и можно, и нужно очень много, то иногда такие уникальные вообще появляются агенты, что просто диву даешься. Там один агент может вообще зарешать весь фронт. Идикта, хребли, зрелищик плюс 2. Общественный порядок, манипуляции, принуждения, убийства, поединок, шанс плюс 8. Принуждение, значит, да, у него. Ну, вот я принуждение прокачиваю своему военачальнику, то есть герою, да? Я вообще считаю, что военачальником надо прокачивать принуждение. Ну, вообще-то не я так считаю, так оно замыслом изначально, что военачальником надо прокачивать принуждение этим знатым перцем искушения, А вот этим вот агентам, которые вот агенты Им отравление я качаю и тоже принуждение Вот Ну почему-то здесь я сначала пытался Вот честно, вы видели, я пытался искушение Но не идет, ну не идет Принуждение, по моему мнению, как-то вот более выгодно Вот эти вот проценты выше, что ли Там вот мне кто-то в комментариях так все грамотно расписал Я почитал мутным взглядом, блин Ну, наверное, он прав, ну, блять Просто когда эти агенты, сволочи, так быстро мрут То разбираться в этом Лениво, жутко лениво Я, конечно, когда сяду играть опять Я обязательно это все еще раз перечитаю, этот комментарий Я помню, он там был в прошлой серии Там все так расписано, какие там проценты, чего Сяду играть, и я обязательно это все дело попробую И откомментирую в следующий раз Но вот эту вот серию я записывал, соответственно, пораньше Поэтому я здесь чисто рассказываю, как у меня мысли тогда шли То есть я вот старался прокачивать искушение Соглядатаем, искушение старался прокачивать Агентам вот этим вот Ну, знатным людям А этим принуждение пытался прокачивать Что получается, вы сами видите Получается так себе Ну, маленький спойлер Маленький спойлер Дальше будет лучше Дальше будет гораздо лучше все Так что следите, так сказать, за новостями Меня опять траванули, сука Или что со мной сделали? Так Так Тайный агент раскрыт Фракции уничтожены Носомоны Это какие-то негры в Африке, да, там, по-моему Носомоны Занудовый начальник какой-то у меня Лагерь кочейников в Трапезунде построился О Ну, на этом все Следите, так сказать, за новостями И пишите больше комментариев Очень приятно их читать Это с вами был Кот Всем пока